Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области начинают массовый выпуск дронов «Вятка». Сборкой их занимаются предприятия группы «Молот». Сейчас в месяц производят 250 беспилотных летательных аппаратов двух модификаций. Электронику разрабатывают кировские предприятия. Поэтапно планируется локализовать производство на основе кировских комплектующих. Когда наши военнослужащие приезжали в отпуск, их обучили управлению новыми моделями и передали партию дронов для тестирования в боевых условиях. Бойцы отметили, что они удобны в навигации, легкие, маневренные и бесшумные, рассказали в областном правительстве. Кроме того, кировские дроны дешевле зарубежных аналогов. Экономика. В зарплатном рейтинге Киров оказался на предпоследнем месте в стране. Специалисты РИА Новости составили рейтинг городов по уровню зарплат в различных отраслях. Киров занял 99 место из 100. Больше всего у нас зарабатывают те, кто трудится на госслужбе 45 тысяч рублей. Это данные по средней зарплате с апреля 2022 года по апрель 2023 года. В лидерах по уровню зарплат Москва. Там больше всего зарабатывают сотрудники финансовых организаций. Они получают в среднем 227 тысяч рублей в месяц. Высокий уровень заработка у жителей Мурманска, задействованных в рыболовном и лесном хозяйстве. На последнем месте Листам. Там тоже самые высокие зарплаты у сотрудников госслужбы. В эфире экономика. Студентам-стабальникам установили стипендию 30 тысяч рублей. Такую сумму каждый месяц в течение первого года обучения будут получать все ребята, которые поступят в вузы Кировской области. Мера поддержки касается студентов, набравших 100 баллов за ЕГЭ по одному или нескольким предметам. Постановление об этом подписал глава региона Александр Соколов. Также он попросил руководства кировских предприятий обратить внимание на таких ребят и закреплять их как будущих сотрудников. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».